Да, сегодня работаем у Петра Петровича в огороде, и хочу сказать, что Петра Петровича одна из самых примерных ежевик, которые я знаю. Так как Петра Петрович человек, который делает саженцы, у него же у самого есть демонстрационная ежевика, с которой его внуки питаются ежевикой. И одна из особенностей, что с каждого куста Петра Петрович получает до 35 грамм, причем это практически со всех сортов. Вот, Петр Петрович, я так понимаю, что одна из самых важных процедур, это чтобы ежевика перезимовала, и вы ее укрывали. Вот мы сейчас можем посмотреть. Расскажите, что вы сделали, чтобы она перезимовала? Я разными способами укрываю. Вот, а один из способов, вот здесь вот мы видим, просто соломы. Потому что ее много соломы, и мышам подкормку делаем, чтобы они не погрызли ежевику. Вы имеете в виду приманку для того, чтобы... Да, чтобы мыши не погрызли эту. Это про отраву. Вот, это перевожу. Вот, под соломой она зимует хорошо, но весной не спешите поднимать ее, потому что можно лозы поднять. Лозы, да? Это ветки. Ветки поднять, а корневая застелена солома, если, допустим, морозная зима была, там еще лед, корни в холоде, они еще не работают. А ветки, если мы рану поднимем, то они засыхают. Люди очень много так ошибку делают. Из-за этого нужно держать в укрытии вот эти лозы, пока не прогреется земля. Пока бабочки не начнут летать, там трава не появится. Петр Петрович, ну для тех, кто не дружит с градусниками, я правильно понимаю, главный индикатор, это когда лозы начинают просыпаться, и у них почки становятся больше двух сантиметров, правильно? Да. Вот, вот такой индикатор. Два сантиметра, лоза уже просыпается. Вот, а я хочу показать, что у Петра Петровича очень толстые стебли ежевики, больше пальца толщиной. Это уже взрослая ежевика? Да, да, да. Вот, когда у вас... Это мой любимый лахтей. Вот, это Петр Петрович, действительно, один из любимых сортов, это лахтей, очень сладкая ежевика, и если удается сделать такие толстые стебли, то реально 35 килограмм собрать с одного куста. Петр Петрович, я вам сегодня принес удобрение, которое ваше любимое, для клубники, вот, для клубники и ягодных, но секрет в том, что именно это же удобрение нужно для ежевики, вот, потому что у клубники и ежевики одни и те же потребности. А я и виноградный подкармливал, вот такой результат. Ну, на самом деле, и виноградный для нее подходит идеально. Но специализированное удобрение я рекомендую лучше, как говорится, потому что надежнее. Вот, есть секрет в парочку, да, первый секрет в том, что почему-то у нас ежевика прожорливей. Петр Петрович, в чем дело? Ну, потому что ягод дает много. Да, то есть, если хотите получать действительно большой урожай, без подкормки такой куст даст? Ну, мало. Два-три килограмма, вот, и даже ветки будут очень тонкими. С подкормкой до 35 килограмм легко. Самое важное, это весенняя подкормка. Петр Петрович, если вы будете вносить, вы будете вносить на все расстояние или ближе к... Нет, на все расстояние, вот так вот, вдоль рада, и потом замульчируй соломой сверху. Да. Солома тоже еще добавить. Обратите внимание, как сейчас сказал Петр Петрович, что вдоль всего куста, вдоль... Вот так вот, чем пошире, тем лучше будет. Вдоль всей шпалеры. То есть, мы будем кормить сразу для одного куста почти 4 погонных метра. Куста, вот. Здесь? Вот он. Ага. А подкормку будем делать? Подкормку будем делать вот от шпалеры до шпалеры, то есть, вот вдоль всей шпалеры. То есть, не только ввозь вокруг куста, а и по длине. Количество удобрений, которое нужно для первой весенней подкормки, это 400 грамм клубничного удобрения Organic Mix. А особенность внесения заключается в том, что мы вносим как можно шире от куста. Практически стараемся покормить метра полтора влево, метра полтора вправо. Для того, чтобы вся земля была плодородная. Корневая система ежевики большая, она впитывает максимум, да. И лучше, чтобы это лежало не в одном месте, а максимально широко. Рыхлим и мульчируем. Но сейчас мы подкормку делать не будем. Ежевика только просыпается. Пётр Петрович, через сколько будете её поднимать? Я её завтра подниму. Завтра, послезавтра подниму. У нас здесь примерно... Да, в течение недели сделаем подкормку. То есть, сейчас примерно у нас начинается 20 градусов в первые дни. Мы сегодня первые дни в футболке. И земля, после того, как мы уберём солому, в течение 2-3 дней прогреется. И можно будет производить подкормку. Просто рассыпем удобрения, порыхлим, польём. И замульчируем. Этой подкормки хватит ежевики практически на полтора месяца. Наша следующая подкормка будет уже в середине июня. Друзья, сейчас закончили с ежевикой. Пока такая промежуточная стадия. Пойдём кормить виноград. Поэтому в следующем видео смотрите виноград. Я думаю, что завтра, послезавтра я выложу это видео. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал. И обязательно поставьте колокольчик. Чтобы вам вовремя приходило оповещение о новых видео.